В разгар сезона кирпич, керамические блоки и железобетонные изделия едва успевают остыть от давления прессов, высокой температуры печей и других, не менее горячих во всех смыслах производственных процессов, как тут же отправляются на строительные площадки. Здесь он выходит 21% влажности, заходит в сушку, в сушке 3,5 суток. Выходит оттуда он примерно 1% влажности. Вот это уже кирпич из сушки, вышедший, у него там уже минимальная влажность. К таким результатам пришли, что называется методом проб и ошибок, рассказывает Палпреду заместитель генерального директора Забайкальской инвестиционной компании Иван Нагель. Экспериментируя с глиной, остановились на местных образцах из Чернышевского района. Проблемы с равномерным отжигом решили благодаря испанскому оборудованию. На выходе получили надежный и долговечный продукт. Самое главное, что он поддерживает оптимальную влажность в квартирах. Прочнее, но вы сломаете, лучше не надо. Здесь же на территории еще один крепкий пример в рамках эффективного государственно-частного партнерства. Завод железобетонных изделий был торжественно запущен в регионе всего пару месяцев назад. Напомним, на эти цели Фонд развития промышленности России оказал предприятию поддержку в размере 95 миллионов рублей. Еще 50 миллионов выделил Фонд развития промышленности с Байкалья. Новое оборудование позволяет снижать затрат на электроэнергию и повторно использовать бетон и воду, оставшиеся после производственного цикла. Современная технологическая линия – это 25 тысяч кубических метров железобетона в год. Здесь ничего не нужно, занимаешься огромную плиту 85 метров длиной и режешь потом как хочешь. А можно ее и под градусом разным резать и так далее. Очень удобное производство. Здесь, если видите, условия работы там, условия работы здесь. В два раза меньше человек. Здесь у нас смену работы 8 человек. А это уже цех по производству фронтальных погрузчиков. Предприятие «Резидент Торз Байкалья» уникальное не только по меркам региона, но и в целом по стране. Легкие и маневренные помощники родом из Забайкалья уже работают в Московской области. Хорошо зарекомендовали себя и по Дальнему Востоку. Логистика с поставкой кабин сегодня тормозит процессы. Но и эти проблемы, говорит директор Андрей Зорькин, решаемы. В планах выйти как минимум на 7 погрузчиков в месяц. У нас сейчас по самому клиенту это же так. Потому что машина стоит недорого. Как не пущено, эта машина есть. Видите, на МАЗе будет самая распространенная. С тарактора МАЗ-82. Это в каждой деревне такой двигатель присутствует. Управление джойстиковое уже ноу-хау. Плана, вот сейчас 7 погрузчиков. Там меньше кабину на данный момент мы еще закупаем. Но еще, я думаю, 2-3 месяца. И кабину будем производиться в месяцах. Что называется без отрыва от производства. Здесь же Юрию Трутневу и Алексею Чекункову были представлены проекты по созданию промышленных парков. Кенонский в Чете и Красный Камень в Краснокаменске. Индустриальные парки по производству стройматериалов могут стать базой для десятка предприятий. А также обеспечить работой более 300 человек. Резиденты смогут воспользоваться и всеми преференциями ТОР Забайкалья и ТОР Краснокаменск. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития рассмотреть возможность выделения финансирования на разработку проектно-сметной документации. Не только строить, но и жить с комфортом. Тему разработки мастер-плана краевой столицы продолжили уже на завещании. Полпредпрезидентов ДФО еще раз отметил. Любая реновация должна быть поддержана и одобрена прежде всего населением. Совершенно очевидно, надо самим вместе с архитекторами подумать о том, чтобы городское пространство было удобно для жизни, чтобы оно было, так скажем, проницаемо для транспорта. Очевидно, надо подумать о том, как использовать природные достопримечательности, как сделать город не просто удобным, но уникальным, как использовать те красивые места, в которых каждый из городов Дальнего Востока находится. Дарья Пьяникова, Константин Васильев, РТК Забайкалье.